Мне видится, что Российская Федерация, к сожалению, будет додавливать Беларусь с требованием какого-то признания, с требованием какой-то, какой бы то ни было, поддержки этих решений. Но опять же не будем забывать, что власти Беларуси фактически, мы видели другие попытки давить на Лукашенко, как он к этому относится, как он это всегда воспринимает. Для него очень важно сохранить вот эту медийную видимость того, что он якобы всё ещё что-то решает, что у него якобы ещё есть какое-то право голоса. Поэтому для России это будут достаточно такие, думаю, сложные переговоры, но давление на Лукашенко, оно никуда не уйдёт. И более того, вот эти вот учения, которые сейчас было решено продолжить, и все вот эти вот русские войска на территории Беларуси, мне кажется, эта ситуация, она будет сохраняться. Я даже не могу сейчас вам даже примерно обозначить сроки, до каких пор эта ситуация будет сохраняться для Беларуси. И, безусловно, мы здесь разделяем власти народ. Мы помним, что в Республике Беларусь люди пытались предпринять меры, чтобы будущее Беларуси не выглядело столь плачевно, как оно видится сегодня. Но, к сожалению, я думаю, что это давление на Беларусь продолжится со стороны России, и оно будет только активизироваться. Что касается миротворцев, да, мы слышали заявление от представителей АДКБ по поводу того, что они там теоретически могут направить миротворческий контингент в Украину, но была сделана очень серьёзная ремарка. Только в том случае, если это будет одобрено со стороны ООН, и только в том случае, если сама Украина даст добро на такое размещение войск, я напомню, что по украинскому законодательству никакие иностранные войска не могут быть размещены на нашей территории без согласования, ну, собственно, с украинской властью. Конечно же, Украина никогда такого согласия не даст. И, конечно же, ООН тоже, как мы увидели уже сейчас, как нельзя более явно, на такие меры не пойдёт. Но единственное, что я думаю, какая здесь есть возможность, ну, касающаяся, возможно, далёкого будущего, была в своё время попытка заигрывать с темой миротворческого контингента на линии разграничения, миротворческого контингента ООН. Это был такой план Гоуэна, Ричарда Гоуэна, аналитика, который предлагал, чтобы на линии разграничения были размещены контингенты псевдонейтральных стран. Притом в списке этих нейтральных стран были и белорусские миротворцы, и казахские миротворцы. Для Украины эти страны не являются нейтральными. И после действий Российской Федерации, которые направлены на активизацию всех этих процессов по союзному государству, уже никто не может так утверждать. Такие попытки реанимировать эти разговоры, они действительно могут быть, но я не вижу это в какой-то краткосрочной перспективе. Это скорее перспектива каких-то дальнейших диалогов об урегулировании. Возможно, этот план снова окажется на столе, потому как мы видим, что за все эти годы те планы по урегулированию, которые проговаривались раньше, потом отвергались, они всё равно так или иначе возвращались на стол в том или ином виде, потому как коридор возможностей весьма ограничен. И каких-то новых идей в ситуации, когда есть совершенно очевидный агрессор, но раньше прикрывающийся какими-то прокси, которые якобы имеют свою собственную волю, хотя по факту это полностью подконтрольная Российской Федерацией единица. И когда есть сторона, которая является жертвой агрессии, тут не слишком много пространства для манёвра, не слишком много возможностей для того, чтобы как-то эту реальность закамуфлировать. А уж теперь, когда Российская Федерация подтвердила свою собственную роль в конфликте, таких возможностей будет ещё меньше, и поэтому все эти силы, которые позиционируют себя как понимающие Путина, у них остаётся только то, что можно охарактеризовать, как попытка работать по принципу «новые песни пишут те, у кого старые плохи». Я не могу говорить от лица официального Киева, так как я являюсь аналитиком и не представителем власти, но, конечно же, общество в Украине будет давить на украинскую власть тем, чтобы реакция была как нельзя более жёсткой, потому как это тоже угроза для нас, это серьёзнейшая угроза с военной точки зрения. То есть любое скопление войск на наших границах воспринимается как угроза, и в нынешней обстановке ни один из вариантов нельзя отметать до конца. Поэтому надо готовиться к тому, что любые попытки со стороны Беларуси признать эти незаконные вооружённые формирования как отдельные республики, они будут встречены очень жёсткой реакцией. Но я думаю, что, к сожалению, после последних высказываний белорусских властей о Крыме, никто не удивится, к моему, опять же, огромному сожалению. Они могут считать что угодно, но мир не знает никакой другой Украины, кроме как с Крымом-Севастополем в её составе, Донецком-Луганском в её составе. Но действительно, если мы будем опираться на тексты этих фейковых конституций псевдореспублик, то там действительно границы псевдореспублик обозначены по контурам Донецкой и Луганской областей Украины. Это значит, что нам ещё, когда только поднимался вопрос о возможном признании псевдореспублик, нам чётко обозначили контуры дальнейшей эскалации. То есть, что эскалация возможна на существующие линии разграничения с попыткой захватить освобождённые или свободные города. Другой вопрос, что я думаю, что всё-таки армия Российской Федерации, опять-таки, в том случае, если такое решение о дополнительных мерах, направленных на эскалацию ситуации, она будет маскироваться под так называемые армейские корпуса, под так называемую народную милицию псевдореспублик. Потому как все прекрасно понимают, какого придётся нести ответственности Российская Федерация, уже задекларировав своё присутствие на территории псевдореспублик, признав их, она фактически отказалась от возможностей, как бы это ни было разговоров о том, что якобы это какой-то там, в кавычках, народ Донбасса что-то там себе решил. Нет, теперь будет ответственность Российской Федерации, но всё равно, я думаю, что это будет делаться руками переодетых военнослужащих Российской Федерации в том случае, если они примут такое решение. Но по факту мы видим, что и сейчас у нас есть определённая эскалация на линии разграничения, есть атаки на мирные города Луганской области, люди, мирное население этих городов от них страдает. И опять же, это в очередной раз доказывает, что ни о каких гуманитарных мерах, ни о каких гуманитарных решениях речь на самом деле не идёт. Потому как Путин пытался оправдать эти какие-то свои шаги, направленные против Минских соглашений, против Украины, якобы гуманитарными мерами, призванными помочь населению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Но нельзя говорить о том, что ты предпринимаешь какие-то гуманитарные усилия и тут же устраивать провокации для мирного населения городов на линии разграничения и рядом с ней. Уже нет, безусловно. Но Украина, перед нами сейчас, перед Украиной как государством, как стороной диалога, будет стоять задача максимально корректно, сухо и сдержанно донести до всех сторон, задействованных в переговорных форматах ранее, как в нормандском формате, так и в ТКГ, до АБСЕ, как до посредника, что эта Российская Федерация вышла из Минска. И согласно следующим пунктам, в которых указывалась именно ответственность сторон, указывались стороны, указывались политические обязательства, никакие дальнейшие разговоры о том, что эти соглашения могут быть воплощены, иметь место не могут. И сделала это не Украина, а РФ. Но я думаю, что это будет всё доведено в кратчайшие сроки. Но тут очень важно не сорваться на какую-то эмоцию, в целом не выказывать лишних эмоций, связанных с этим вопросом. Потому как Российская Федерация проиграла стратегически, приняв это решение, и нам остаётся только констатировать это. С одной стороны, да, действительно, российский шаг по признанию псевдореспублик снимает с нас те оковы, которые налагали на нас Минские соглашения, и даёт нам повод сохранить свой суверенитет как государство. Потому что в том случае, если бы политическая часть Минских соглашений в российском прочтении была бы выполнена, мы бы получили всю ту же самую эскалацию, всё то же самое военное давление на нас, и в итоге ещё и отказ от собственного суверенитета через принятие в тело Украины этих отдельных районов Донецкой и Луганской областей со всеми вот этими псевдореспубликанскими органами с трансформацией народной милиции, так называемой, из вот этого подразделения силовых структур боевиков в полноценную народную милицию, которая была проговорена и прописана, закреплена согласно Минским соглашениям. То есть это были бы самоубийственные для украинской государственности шаги. И, конечно же, Россия стратегически проиграла, признав псевдореспублики. Но если мы будем говорить о вещах, которые остаются на столе, то есть это проблема, связанная с российской непосредственно военной агрессией, да, она остаётся, да, всё это будет. Но это не значит, что нам следует каким-то образом цепляться за Минские соглашения и требовать от России, чтобы она вернулась в эти рамки. Она не вернётся в эти рамки. Она свой выбор сделала. И поэтому нам надо работать с той ситуацией, которая есть. И политически, если мы говорим исключительно о политической плоскости, она для нас более чем выигрышна. И, если честно, я до последнего не ожидала, что Россия сумеет пойти на такой, ну, по-настоящему эмоциональный, непродуманный для себя шаг. К тому, как можно утверждать смело, что ещё какие-то шаги со стороны Российской Федерации, если бы были предприняты, направлены на дестабилизацию обстановки на свободных территориях, если бы это было какое-то усиленное политическое давление на Украину, действительно возможно, что наша власть могла бы дрогнуть. Естественно, этот вариант нельзя было бы отметать. Но Российская Федерация выбрала путь эскалации, она выбрала путь отказа от Минских соглашений. И мне кажется, что там ещё даже не вполне осознали, какую огромную ошибку совершили сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok